Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Мы с вами находимся в ДЭС-2 Центр современного искусства где можно смотреть различные выставки, инсталляции мастер-классы посетить в общем такой центр где можно неплохо провести время центр новый у меня уже было видео отсюда но сейчас здесь проходит выставка не выставка а такие знаете звуковые инсталляции эти инсталляции их всего 7 они расставлены по всему вот этому проспекту, по всему объему этого здания и на улице в Березовой Рощи я предлагаю вам погулять и послушать эти звуки иногда это похоже на настройку инструментов оркестровой яме иногда это похоже на вздохи каких-то деревьев или каких-то существ ну каждый слышит что-то свое давайте посмотрим давайте послушаем я оставлю живой звук пойдемте гулять ну вот сразу на первом на минус первом этаже где гардероб вот такая комнатка где находится инсталляция Владимира Ранева Ранева прошу прощения называется она Китиш это звуковая инсталляция 2019 2022 года и в такой вот темной комнатке можно полежать на таких удобных креслах и послушать вот эту инсталляцию один из краеугольных мифов русской культуры легенда Ради Китежи она отсылает времени татаро-монгольского игра это история о том как город атакованной войсками хана Батыя по молитве жителей погрузился в воды озера Светлояр и так спасся от кочевников реально существующий в Международской области озеро по сей день является местом паломничества и считается что на его берегах можно услышать пролокольный звон церквей ушедших на дно много столетий назад на рубеже 20 века когда эсхатологические настроения были особенно сильны предание разрослось до масштабов общенационального символа опера римского Корсакова сказание о невидимом Граде Китежи и Деве Февронии в 1904 году проникнуто предчувствием надвигающейся катастрофы крушения привычного порядка вещей наступления новой непонятной реальности и вот здесь тоже в этом сочинении написанном в 2019 году для проекта фонда ДК Дзатере Владимир Ранев с помощью электронной обработки звука деконструирует и переосмысливает музыкальный материал оперы вы знаете я не знаю кто о чем думал находясь в этой комнате вот здесь такие удобные такие полудиванчики можно как бы полуприлечь или просто присесть но люди здесь сидели лежали слушали наверное у каждого были свои мысли вот и здесь такая вот акустическая такая программа и вот вы увидите я вам сейчас покажу наверху стоят такие вот колонки которые создают такой вот объемный звук ну вы знаете долго находиться в таком пространстве я не смогла но тем не менее зашла посмотрела посидела послушала эта комната она самая громкая скажем так да здесь лучше всего слышно эти инсталляции потому что дальше сейчас я вам покажу вот просто гуляя по зданию дресс 2 хуже слышно инсталляции хорошо слышно также березовые рощи но вот в самом здании слышно хуже больше никаких выставок здесь сейчас не проходит хотя вот совсем недавно здесь все было заполнено пространство выставками но пока вот вот так вот но все равно это интересно можно хорошо здесь так погулять можно посидеть в кафе сделать прекрасные фотографии кому интересно здесь проходит мастер-классы различной тематики есть библиотека в общем это пространство продолжает оставаться таким современным центром притяжения куда кстати очень много идет молодых людей единственное что надо обязательно зарегистрироваться на определенное время в интернете на сайте рез-два мастер-классы это так это 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 Продолжение следует... 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 Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого доброго и, конечно же, здоровья. Ну, а здесь вот вы можете прочитать, что здесь такая инсталляция. Здесь сейчас можно послушать какую инсталляцию. Всем спасибо, до свидания, до встречи. Всем пока-пока.